Рак лёгкого Если взять сопоставление последних 10 лет, 2003-2013 год в России, то обратите внимание, что диагностировано тоже 56 тысяч человек, 50 тысяч человек умирает. То есть есть эффект от проводимого лечения, продолжительность жизни у некоторых пациентов, она превышает всего больше 5 лет. Заболеваемость у мужчин в 4,1 раза выше, чем у женщин. Я хочу обратить ваше внимание на последние две строчки, что заболеваемость среди мужчин за этот 50-летний снизилась с 49 до 45 тысяч человек, а у женщин заболеваемость повысилась с 9,5 до почти 11 тысяч человек. То есть увеличилась на 14,3%. Но это говорит о том, что уже мужчины больше заботятся о своём здоровье, и снижение уровня курения, оно повлияло, конечно, на и возникновение рака лёгкого. Ну вот за этот последний период, 10-летний, отметилась тенденция, в связи с леографическими исследованиями увеличилась частота небольшая, тенденция к увеличению профилактических осмотров. На этих профилактических осмотрах чуть-чуть больше, но я не знаю, как достоверно видеть эти физические граммы, но они есть у нас, что отмечается повышение частоты увеличения рака лёгкого, выявления рака лёгкого в первой и второй стадии заболевания. Ну и вот отмечают небольшую тенденцию к снижению смертности. Это данные Старинского за 2014 год. Согласно классификации 2014 года, все злокачественные опухоли лёгких являются эпителиальные и неэпителиальные. Но мы вот раскраснёмся эпителиальных опухолей, да, здесь выделялось плоскоплечный, мелкоплечный рак, аденокарцином, круплокоплечный, карциноидные опухоли. И Игорь Евгеньевич сказал уже, что в классификации, ну, морфологи с завидной регулярностью пересматривают гистологическую классификацию рака лёгкого. И вот классификации 2004 года, 2004 года классификация, они выделили, смотрите, сколько типов аденокарцином. И если мы раньше выделяли бронхиолазиолярный рак как таковой рак, то теперь он просто вошёл, тогда он входил, в классификацию как бронхиолазиолярный аденокарцинома. Либо со слизиобразованием, либо без слизиобразования. Потом морфологи, ну, это уже лет 15, выделили отдельную группу нейроэндокринных опухолей. При проведении, и в эту группу включили типичный, типичный карцином, крупноклеточный нейроэндокринный карцином и мелкоклеточный рак лёгкого. То есть они объединили вот в эту группу все опухоли, в структуре которых, в опухолевых клетках которых находили нейроэндокринные граммы. И это явилось критерием объединения в одну группу таких разных по клиническому течению, по характеру, по проведению тактики лечения этих пациентов, в одну группу, что вызвало, конечно, недоумение как среди клиницистов, так и рентгенологов. Потому что эти опухоли и лечатся по-разному, и рентгенологически проявляются по-разному. Ну и ещё, конечно, иммунодистохимическое исследование позволяет отнести эти опухоли к одной группе, выявление маркёров нейроэндокрина, как синантофизина и хромоглианина А. Кроме этого, ещё в этой группе выделили, что эти опухоли по степени злокачественности делят имогрейт 1, 2, 3. В зависимости от индекса пролиферативной активности Ки-67, но в последние годы стали отмечать, что, оказывается, индекс пролиферативной активности ещё не является критерием пока злокачественности. Потому что очень важна ещё скорость прохождения этого метастатического цикла, который изучается. Потому что при ГРЭИ-1 доброкачественная, ну не то, что доброкачественная, больные длительное время наблюдаются без признаков метастатического поражения, а при ГРЭИ-3. А при ГРЭИ-1 у них отмечается раннее появление метастазов. Поэтому всё это вызывало в такое вот, ну какое-то недоумение. И в 2015 году уже опять пересмотрена гистологическая классификация рака лёгкого. И теперь в эпителиальные опухоли лёгкого, я не стала представлять эту классификацию, туда внесли как и эпителиальные опухоли плоскоклеточной аденокарциному, и туда же отнесли группу нейроэндокринных опухолей. Вот в прошлом веке ещё в Олмаре была предложена другая классификация. Вот Игорь Евгеньевич говорил о немелкоклеточном раке лёгкого. Выделили мелкоклеточный рак лёгкого и немелкоклеточный рак лёгкого. Ну вот лет 20 назад мелкоклеточный рак лёгкого встречался гораздо чаще, чем на сегодняшний день. Это была почти четверть пациентов, у которых выявлялся мелкоклеточный рак лёгкого. А все остальные, которые, двускоклеточный рак, аденокарциномы и крупноклеточные, относились к немелкоклеточным раком лёгкого. Почему мелкоклеточный рак выделяется отдельно? Потому что эта опухоль имеет очень короткий анализ, скрытое течение заболевания, быстрое развитие опухолевого процесса, очень раннее и обширно метастазирование. И эта опухоль обладает очень высокой чувствительностью к проводимой противоопухолевой терапии. Время удвоения опухоли при немелкоклеточном раке лёгкого она в среду составляет от 17 до 590 дней в зависимости от гистологического строения опухоли, от индивидуальных свойств самой опухоли и, конечно, от защитных сил макроорганизмов. Ну, вы знаете, что раньше ещё морфологи выделяли умеренно-дифференцированную опухоль, умеренно-дифференцированную опухоль и высоко-дифференцированную опухоль. Чем ниже степень дифференцировки опухоли, тем она злокачественнее, то есть время удвоения у него будет гораздо ниже. А вот при мелкоклеточном раке, который выделяется отдельно, время удвоения опухоли всего 33 дня. 33 дня. Представляете, как быстро растёт эта опухоль? Вот обычная аденокарцинома, высокой степени дифференцировки. Интервал между исследованием полтора года. Опухоль за полтора года чуть-чуть видоизменилась. Она была округлой, стала немножечко овальной, где-то на полсантиметра увеличилась в размерах, то есть объём опухоли увеличился вдвое. И вот мелкоклеточный А. А вот это низкодифференцированная аденокарцинома. Интервал между исследованиями всего 98 дней. Посмотрите, вот она периферическая опухоль была. Через 98 дней чуть-чуть изменилась её форма. Но посмотрите, какое огромное количество гематогенных метастазов выявляется в лёгочной ткани. Вот поэтому и скрининговые программы, о которых много сейчас говорила, Владимир Евгеньевич, они приводят в недоумение, потому что опухоли, они все разные, и они растут по-разному. То есть рак лёгкого представляет из себя какую-то гетерогенную группу различных эпителиальных опухолей, которые имеют самые различные свойства, по-разному клинический текун, и по-разному лечатся, конечно. И вот, посмотрите, рентгенологическое исследование пациента, у которого выявлялось вот вдоль между левой бородой уплотнения, и в хвостовой части корня тоже какое-то такое перебарнхиальное уплотнение. И через 41 день мы отчётливо с вами видим в хвостовой части корня лёгкого правого узловое образование, и мы видим с вами объёмы уменьшения в задних отделах правого лёгкого. При компьютерно-томографическом исследовании это вот, когда было проведено рентгенологическое исследование, увидели вот это перебарнхиальное уплотнение и небольшое уплотнение по ходу между левой бородкой. Исследование компьютерно-томографическое было выполнено через 28 дней. Посмотрите, каких огромных размеров опухоль занимает она и средняя доля. Распространяется на нижнюю долю, восьмой сегмент нижней доли правого лёгкого, и перебарнхиально опухоль распространяется вдоль промежуточного бронха и достигает дистальные части главного бронха. Ну, ещё есть одна классификация, это наша уже рентгенологическая, предложенная Юрий Николаевичем Поколовым, в которой выделялись на основании анатомо-рентгенологических данных и выделяли центральный рак лёгкого, периферический рак лёгкого, верхушечный рак и медицинальную форму рака лёгкого. Выделялась форма миллиарный карциноз. Но современная технология внедрения компьютерной томографии позволила убрать эту форму рака лёгкого из классификации, потому что проведение компьютерно-томографического исследования при диссеминированном поражении лёгочной ткани позволяет выявить небольшую по размерам периферическую опухоль и здесь мы уже выявляем множественные гематогенные метастазы. Ставится диагноз периферического рака с гематогенным метастатическим поражением обоих лёгких. И на сегодняшний день мы считаем, что в классификации рака лёгкого необходимо сохранить центральный рак лёгкого, периферический, верхушечный рак с синдромом фанкоста или он может быть без синдрома фанкоста и медистинальную форму рака лёгкого, которые рентгенологически и проявляются все. Вот центральный рак лёгкого, периферический рак лёгкого, медистинальная форма рака лёгкого и верхушечный рак, здесь мы видим литическую деструкцию заднего отдела ребра. Медистинальная форма рака лёгкого, её, конечно, прежде всего следует дифференцировать с лимфомами. И обратите внимание, что если при медистинальной форме рака лёгкого выявляется кондомерат увеличенных лимфатических узлов средостений, а передние средостения всё свободно, то при лимфомах идёт поражение лимфатических узлов переднего средостения. При верхушечном раке лёгкого современные наши технологии рентгенологическое, компьютерно-томографическое и магнитно-резонансное исследование каждый метод вносит свою репту в уточнение степени распространённости опухолевого процесса. Если мы при рентгенологическом исследовании увидели в области верхушки опухолевый узел, при компьютерно-томографическом исследовании мы уточнили, что у нас литическая деструкция заднего отрезка ребра, то при магнитно-резонансном исследовании мы уточнили степень распространённости этого опухолевого процесса на прилежащие структуры средостений. Если опухоль растёт центрально, она может расти эндобронхиально, выступать в просвет бронха, она может обтурировать тоже эндобронхиально растущую опухоль. Опухоль может расти экзобронхиально, то есть вот рядом с бронхом, вызывая его с давления, и перебронхиальная форма роста опухоли может быть. Клиническая картина рака лёгкого зависит, конечно, от локализации первичной опухоли, если это центральный рак, то от степени оптурации в просветах бронха, особенности местного роста опухоли первичной, воспалительных осложнений, которые возникают по мере роста опухоли, от наличия региональных и отдалённых метастазов, от сопутствующих заболеваний, и возникающих при опухолевых процессах различных паромиопластических синдромов. И вот я вам хочу показать результаты рентгенологического исследования. Исследования проведены в один день. И компьютерно-томографическое исследование. Вот те возможности, о которых только сейчас говорил Андрей Евгеньевич, но мы рентгенологи на поликлиническом этапе должны обязательно правильно оценить состояние лёгочного рисунка. И мы видим с вами, что в верхней доле правого лёгкого рисунок сгущен. 22% пациентов, обращаясь, когда мы анализировали наш материал, оказалось, что на поликлиническом этапе был недооценен вот этот симптом гиповентиляции в каком-то участке лёгкого. Если вы это увидели, обязательно проведите либо линейную томографию, либо компьютерную томографию, для того, чтобы уточнить состояние бронха, который вентилирует этот участок лёгкого. Очень важно, конечно, вот при линейологическом исследовании мы провели это. Мы увидели, что вот в корне правого лёго лёгкого узловое образование и современные возможности. И проведение компьютерно-томографического исследования позволяет нам установить не только наличие этого лёгкого процесса, но и степень его распространенности. Вот мы увидели в корне правого лёгкого узловое образование опухолевого узла. А это атипичный центральный карциноид. Особенностью этих опухолей является то, что если тогда мы можем сказать о том, что это нейроэндокринная опухоль, атипичный карциноид, в толще этих опухолей довольно часто встречаются известковой плотности включения. Но если этих включений нет, то сказать, что это нейроэндокринная опухоль мы невозможно, не можем, потому что атипичный карциноид он также обладает интеллектративной формой роста, как и любая другая форма рака лёгкого, в отличие от типичного карциноида. А вот здесь мы с вами видим цепочку параприфиальных увеличенных лимфатических узлов. Войну вылечили 4 месяца по поводу сарклитоза. А когда он обратился в центр, мы, учитывая односторонний характер поражения, стали исключать в первую очередь опухоль, которая должна по нашим признакам локализоваться в правом лёгком. И вот при проведении компьютерно-пронографического исследования вокруг сегментарного, восьмого сегментарного бронха мы увидели, что это опухолевый узел, который сдавливает просветы бронха. А в метастатически изменённых лимфатических узлах в средостении выявляются и звездовые плотности включения. Теперь периферический рак. Ну, при периферическом раке различные формы. Это наиболее часто встречающаяся узловая форма периферического рака, пневмонеподобная форма периферического рака. Пневмонеподобная форма периферического рака, кортикоплевральная форма периферического рака и полостная форма периферического рака. Пневмонеподобная форма периферического рака, она наблюдается наиболее часто при железистых опухолях, при аденокарциномах. Узловая форма периферического рака. Ну, все в этих лимфатических лимфатических признаков отчёты в вашем конкурсе. Прекрасно знаете, да? Бугристая поверхность, лучистые контуры и вот подтянутая эстеральная флева в сторону опухолевого угла, который имеет форму трелесника. Узловая форма периферического рака, мелкобуристая поверхность, нечистые фондуры и опять эстеральная флева подтянутся в сторону опухолевого угла. А вот этот симптом рейтгера, когда мы видим входящую в опухоль просвет, сосуд видим и бром, сосуд, который питает эту опухоль, и бром, который тоже входит в эту опухоль и обрывается. Пневмонеподобная форма. При пневмонеподобной форме, как мы видим с вами, неоднородные уплотнения, на поле уплотнения просвеживаются процветы бромка. Если бы вот этого всего не было, то бы мы не сказали, что это пневмония. Но клинические пневмонии, подобная форма рака легкого, она не проявляется такой картиной, как обычная пневмония. Больные кашляют, у них нет высокой температуры, и сама опухоль очень медленно растет, и поэтому они потихонечку абдактируются, постепенно нарастающие дыхательные недостаточности. И клинически очень скудная картина отмечается. Вот еще один пациент. Внимание, подобной формы рака легкого, когда на фоне уплотненной легочной лькани прослеживаются просветы бромка. Кортикоплевральная форма периферического рака. Вот опухоль организуется в суплевральных отделах. И посмотрите, за 4 месяца опухоль не растет в сторону легкого, в сторону наименьшего сопротивления, а она прорастает в ткани грудной стенки и достигает за 4 месяца почти лопатки, контур-лопатки. Вот какая огромная опухоль, и увеличилась литическая деструкция ребра. И вот еще одна кортикоплевральной формы рака легкого. Больной жалуется, пациент жалуется на боли. При проведении компьютерно-помографического исследования мы увидели очень небольшую периферическую опухоль. И посмотрите, литическая деструкция прилежащего отдела головного позвонка. При полостной форме периферического рака выявляются полостные образования с бугристой поверхностью, нечеткими лучистыми контурами наружными. Внутренняя поверхность этого полостного образования она неровная, с пустообразными выпрячиваниями. И стенки этих полостных образований, они неравномерно утолщены. Окружающая легочная ткань не изменена. Вот это главные дифференциальные диагностические признаки, которые позволяют нам сказать, отдифференцировать полостную форму периферического рака от туберкулеза. Периферический типичный карциноид. Типичный карциноид мы никогда по однократному исследованию не сможем отличить ни от доброкачественной опухоли, ни от селитарного метастаза. Потому что вылезаемое образование, оно имеет четкие контуры. Растет это образование, если в динамике посмотрим, очень медленно и не метастазирует. И вот еще типичный карциноид. Нейроэндокринные опухоли, это опухоли, которые растут из нейроэндокринных клеток, которые расположены в слизистой оболочке бронхов. И в бронхиальном дереве, эти клеточки могут сливаться между собой и образуют такие нейроэндокринные тельца. И выявляемые периферические опухоли, ну они выглядят у нас как периферическими, а вообще исходно-то они растут из слизистой бронхи. И они вот так вот расположаются цепочкой по ходу бронхо-сосудистых пучков, сохраняя четкие контуры. Ну и вот проведенные наши исследования, нами исследования, к сожалению, показало, что бугристая эта поверхность, она бывает при всех бисмологических формах рака легкого. Но вот лучистые контуры, они наиболее часто встречаются при железистых раках. А при пустооклеточном и мелкоклеточном раках контуры, к сожалению, очень часто остаются четкими, что не вызывает трудности установки диагноза. У нас в центре создано отделение клинических биотехнологий. Для совершенствования прогнозирования и улучшения результатов лечения рака легкого проводятся морфологические исследования, молекулярно-генетические исследования, иммунологические исследования характеристик опухолей. Определяются различные параметры биологических, биологические параметры опухолей и создается биологический паспорт опухоли каждого конкретного пациента, что позволяет подобрать и определиться в назначении таргетного лечения. Вот, посмотрите, опухолевое поражение правого легкого опухоли, опухолевый узел в нижней доле белого легкого и накопление выпада в февральной полости. Через 18 месяцев после проведения таргетной химиотерапии отмечается вот такой выраженный положительный эффект. И больной наблюдается сейчас. Применение гибридных технологий значительно сокращает, конечно, путь постановки правильного диагноза, позволяет осуществить и дифференциальную диагнозу по злокачественных, доброкачественных опухолей и выбрать оптимальную таргетку лечения. Пациенты при компьютерно-томографическом исследовании обнаружили утолщение передней стенки левого главного бронха и верхней ветви промежуточного бронха. Вот выявлялось такое уплотнение. Провели компьютерно-томографическое исследование с контрастированием и обнаружили, что да, у нас здесь имеется какое-то уплотнение. И после двух курсов химиотерапии отмечена хорошая положительная динамика. Проведение позитронно-эмиссионной томографии позволило уточнить не только наличие опухоли в форме левого легкого, но и определить степень распространенности этого опухолевого процесса. Выявился метастаз в челюсти, метастаз в плечевой кости и в тазовой кости, что, конечно, нашло свое подтверждение при рентгенологическом исследовании. Лучевая наша диагностика – это, конечно, процесс нашего диагностического с вами мышления. Нельзя, конечно, исключить определенный субъективизм в трактовке некоторых проявлений заболевания. Поэтому мы всегда пересматриваем рентгенограммы и виски, с которыми пациенты обращаются к нам. И возможность получить окончательный цитоморфологический диагноз дает проведение эндоскопического исследования или транстаракальной пункции. И в этом, конечно, наша с вами одна из главных задач – определить наиболее короткий путь для получения материала и его дальнейшего морфологического исследования. В интернете есть сайт, в котором… Сайт письма, который мы организовали. Там много есть про периферический рак, про центральный рак и достаточно много информации про дефернитарную диагностику. И я благодарю вас за внимание.